Да, именно оптимизация. Но как раз именно оптимизации я бы и хотел посвятить свой первый разговор о вашем мозге, о том, как он устроен. Когда мы получаем задание, мы хотим все оптимизировать. Природа мозга такова, что получив какое-то задание, он хочет по-другому его сделать. Причем не получив заранее результат предложенным способом. То есть вы, получается, получили задание, подумали, что можете сделать его как-то иначе, сделали, получили совсем другой результат и, может быть, даже испытываете разочарование. Вот, например, вам сказали, идите и сделайте это так. А вы начинаете размышлять, а почему так, а если я это сделаю по-другому, а если я сделаю иначе и так далее, так далее, так далее. Не надо оптимизировать то, что вы еще сами не опробовали. Сделайте так, как сказано. Получите тот результат, который запланирован. Пока вы не получили результат, у вас нет права ничего оптимизировать. Больше делайте, больше успевайте и получайте лучшие результаты. Внимание. Внимание – это почти физически внутренняя ощутимая сила. И чем дальше, тем настойчивее она гонит внимание прочь. Если мы удерживаем внимание на чем-то сверхопределенного времени, мы начинаем испытывать дискомфорт. Вспомните упражнение из прошлой сессии. Внимание движется. Это его естественное состояние. Кстати, первая операция, которая производит цивилизацию над мозгом человека – это именно подчинение внимания и его избирательное удержание. На то, что мы направляем внимание, на том оно и концентрируется. Концентрируется и может быть, неважно на чем, оно может быть приятным, неприятным, безразличным, но только не тем, что нам нужно. Потому что как только мы законцентрировали внимание, оно тот же хочет ускочить куда-то в другую сторону. Для мозга принуждение внимания – это труд. И только одна сила внутри вас всегда действует над вниманием безраздельно. Это сила ваших эмоций. Настоящее сосредоточение – это всегда эмоционально. И эмоциональность может быть разная, положительная, как в случаях то, когда мы слушаем, например, музыку, которая нам нравится, отрицательная, при навязчивых мыслях, о грозящей неприятности. И ориентировочная или информационная, когда мы слушаем сообщение о чем-то важном, но еще неизвестном нам событии. Пища, внимание – это то, что побуждает эмоции. То есть то, что значит для нас, что может что-то значить, а самое главное в том, что есть новизна. Съедая новизну, внимание ищет следующих порций. Недостаточность новизны на единицу времени вызывает переключение. Как только вы чувствуете, что вы переключаетесь, значит вы потеряли интерес. Если же переключение не происходит, например, вы через силу стараетесь концентрироваться, мозг автоматически снижает тонус внимания. Вы начинаете быстрее уставать и так или иначе вас начинает клонить в сон. Знаете, есть такой смешной закон с точки зрения внимания. Наподобие закона сохранения энергии, его можно сформулировать примерно так. Если внимание от чего-то отключается, значит оно подключается к чему-то другому. Да, это шутливый закон справедлив. Во всяком случае, в пределах того, когда мы не спим. Но, либо уснуть, либо переключиться. Вот требования, налагаемые на нас скукой. Но есть еще один путь. Торжество воображения. Или изобретение. Или вдохновение. Пока облако в небе это просто облако, оно скучно. Но как только вы начинаете искать и находить в нем предметы, животных, людей, оно оживает. И оживляет вас. Четыре круга внимания. Разгадав, как артист, что управление вниманием – это управление собой, Константин Сергеевич Станиславский предложил четкую схему, по которой актер может управлять объемом своего внимания, а через это своими чувствами и поведением. Он разделил все пространство на три круга внимания. Итак, например, мы посмотрим. Это большой круг. Большой круг – это в целом весь театр. Все, что выходит за пределы действия актера. Соответственно, вы дальше, получается, средний круг. Средний круг – это сцена, где актер взаимодействует с собой. И самое интересное – еще и малый круг. Это то, где актер работает с ним, сам с собой, внутри себя. Я бы добавил к этому еще и внутренний круг. Ту часть внимания, которая занята событиями, происходящими внутри самого человека. Ведь мы, может, и заняты своими мыслями и ощущениями. Установка внимания больше всего зависит от деятельности в каждой конкретной ситуации. Например, на рыбалке ваше внимание установлено в основном на средний круг. Когда вы поймали рыбу – на малый круг. Когда вы смотрите за горизонт – на большой круг. Существуют некоторые психологические состояния, кстати, которые и определяют отчасти людей с преобладающей установкой на тот или иной круг внимания. Так называется интровертированные или интроверты гораздо более склонны сосредотачиваться на малом и внутреннем круге, чем, наоборот, экстраверты, которые на среднем и на большом круге. Как нам попытаться использовать и понимать эти круги внимания? Очень просто. Через упражнение. Внимание! В моей голове находится прожектор. Его луч может осветить что угодно. С колоссальной силой и яркостью. Когда он нацелен на что-нибудь, ничего другого уже не существует. Все прочее погружается во тьму. Это прожектор – мое внимание. Я управляю его лучом, так как он вездесущ и пронзителен. Он легко двигается с огромной скоростью и освещает все необходимое. Вот, кстати, так было бы неплохо, если бы мы каждый раз перед нашей работой пытались бы делать такую аффирмацию или, как говорится, установку аутотренинга. Я вам предлагаю сегодня упражнения. Каждый день мы будем делать какие-то упражнения на развитие своего внимания. Так вот, такая установка поможет вам сосредоточиться. Упражнение номер один. Помните, прожектор схватывает каждую точку с предельной концентрацией. Впивайтесь в эти точки всеми своими чувствами. Как будто вы пожираете, гипнотизируете, сами входите в них. И спокойно, прочно, надежно вы связаны с тем предметом, который уже не требует никакого усилия. Постарайтесь дышать на несколько секунд, например, на каждой секунде, на минуте, на вдох, на выдох. Варьируйте так, как вам нравится. Итак, что нужно сделать? Выберите какую-то точку в большом круге. Скажем, дальний-дальний огонек или звезду. Или, если вы днем, то какой-нибудь отдаленный предмет в окне. Можно, кстати, и слуховую точку, какой-нибудь отдаленный шум. Возьмите вторую точку у границы малого внутреннего круга. Может быть, это будет палец, может быть, это нос, или вот что-то рядом, что находится абсолютно с вами. Теперь совершайте взмахи прожектором внимания от точки к точке и обратно. Упражнение можно выполнять с открытыми глазами или с закрытыми. То есть, взмахи внимания мы делаем мысленные и чередуем. Пробуйте, тренируйтесь, и у вас все должно получиться. Журнал успеха. Создайте себе журнал успеха. Я предлагаю вам вот такую форму. Список дел, что получилось, да, нет, в чем причина успеха или неуспеха, и что я могу поменять. Предпочитнее сделать этот журнал в бумажном виде, потому что он так лучше работает. Но можно и в электронном. Ваша задача в конце каждого дня отмечать то, что было сделано. Не то, что вы делали, что делать вы могли много чего, а то, что именно результат, что вы получили к концу дня. Думаю, что у многих так бывало. Вот вроде целый день работаешь, работаешь, целый день пахал, смотришь, а результатов никаких. Особенно ничего толком не сделано. Знакомо такое? Так вот, поэтому в журнале успеха мы будем отмечать именно то, что было сделано. Причем, в графе получилось или нет, это ваше внутреннее удовлетворение от результата данной работы. В конце дня обязательно оценивайте свой прошедший день и делайте запись в своем журнале успеха. Если был выходной, значит, что вы сделали даже за выходной? Впереди, кстати, может быть много выходных. Фиксируйте даже отрицательный результат. Если, конечно, никакого результата реального нет, то давайте будем записывать в конце концов и промежуточные результаты. Понятно, что если ваша цель купить квартиру, то в таком деле промежуточных результатов будет много. Ну что ж, журнал успеха – это то, за что вы можете себя похвалить, то есть то, что вам удалось. Там не должно быть много записей, только победы. Задача – начать ежедневно вести такой журнал успеха. Подведем итоги. Оптимизация, внимание, прожектор и журнал успеха. Переходим к управлению временем. Система управления временем. Я надеюсь, что вы уже давно живете по плану. Почему? Потому что как только среди людей заходит разговор об эффективности управления временем, знатоки в первую очередь начинают предлагать различные формы и методы планирования. Да, это действительно был так. Вначале был план. Однако, как показывает практика, одного плана недостаточно. И именно недостаток этих очевидных рекомендаций в том, что каждый из вас знает, что какой бы иногда отличный не был план, он зачастую остается лишь только на бумаге. Возможно, из-за различного стечения обстоятельств. План – это полезный инструмент, но без управления самим собой в отношении вашего времени он будет бесполезным. Мы начнем сразу именно с управления временем. Научившись создавать планы, вторым шагом у нас будет с вами тотальная регистрация. Этим мы с вами займемся на четвертой сессии. А уже в конце нашего курса, на пятой, мы научимся с вами объединять время в крупные блоки. Причем давайте посмотрим, что система времени, в которой мы с вами будем работать, состоит из трех основных блоков. Управление временем, регистрация времени и консолидация времени. Напомню, что время – это ограничивающий фактор, и нам нужно уметь управлять им. Как я уже сказал, я уверен, что вы живете по плану. Текучка. Как и вы, я часто слышу от многих, в том числе очень высокопоставленных руководителей или серьезных бизнесменов, следующее. Роман, к моему большому сожалению, я не смог выполнить задания, о которых мы с вами договаривались. Как всегда, причем вне зависимости от должности, люди начинают искать оправдания тому, что у них не получилось что-то сделать. И еще приводят следующие причины. Не успел, гора операционных дел, погряз в текучке, текучка поглотила. Для меня это слышать, ну, как по крайней мере, это удивительно. Люди, занимающие высокие руководящие посты, соглашаются с тем, что как будто есть что-то им неподвластное, что руководит их работой. А что там работой, жизнью руководит, получается, что человек вообще не властен над своим временем. Причем от слова совсем, будто есть какая-то сущность, операционка, текучка, наделенная особым разумом, подчинившая себе своего владельца, который строит козни, не дает работать в соответствии со своими планами. Ну, конечно же, это не так. Есть только одно и очень простое средство следовать своему плану. Это защищать свое время от хронофагов и защищать его жестко. Первый час. Первый час работы. Утро. Самое прекрасное и самое любимое мое время, когда вы выполняете какие-то стандартные гигиенические процедуры, позавтракали, и вот вы готовы работать. Вот он, этот самый лучший, самый первый час. Я предлагаю вам его выделить на самое важное дело. Дело, которое намечено у вас на этот день. То есть, самое первое утреннее дело, за которое вы беретесь именно как за дело, должно быть самым сложным. Посмотрите все, что вы хотите сделать, и выберите самое трудное. Не удастся сделать за один час? Ничего. Значит, столько, сколько удастся. Главное начать. Если, кстати, это встреча, то может ничего не получиться, поскольку ее надо согласовывать с другими людьми. Выбирайте важное дело, в котором задействованы только вы. Выполнение которого зависит только от вас. И утром начинайте выполнять. Это сильно мотивирует и заряжает энергией. Задание номер три. Что я могу сделать самое важное? И здесь поставьте число, когда утром вы начнете делать это дело. Предлагаю вам оценить это дело по трем критериям. Его приоритетность, его сложность и влияние на конечный результат в целом вашей работы. Режем дела в вашем списке. Возьмите список дел, который вы составили, и давайте с ним поработаем. Ваша задача – просмотреть этот список дел и вычеркнуть оттуда каждое десятое дело. Да, просто взять и вычеркнуть. Что будем вычеркивать в первую очередь? Кстати, как раз об этом и посвящено задание четыре. Ну что ж, наверное. Наверное, задачи, которые устарели, которые уже не актуальны, которые сейчас не нужны. Это не очень просто – отсекать лишнее. Но для этого вам нужно высвободить время для новых проектов, идеи, крупных свершений. Обязательно нужно регулярно удалять старые дела. Дела, которые крадут у вас силы и энергию, которые давят на вас, потому что висят у вас в списке. Посмотрите еще раз на список и подумайте, что еще можно вычеркнуть. Чем вы будете больше вычеркивать, тем вам будет проще. Тем быстрее вы сможете взяться за более серьезные дела. Например, актуальность. Нужно, не нужно. А может быть, у вас есть свой критерий. Пожалуйста, используйте его и режьте дела. Категории «Быстрые дела». Прежде чем приступать к большим делам и задачам, вам нужно сначала закрывать как можно больше мелких дел в течение дня, используя для этого воздух между жесткими встречами. Самый короткий, самый быстрый, который требует от вас от 10 до 30 минут. Посмотрите на список ваших быстрых дел. Это задание номер 5. И выделить ли до их выполнения примерно 1-2 часа в течение дня. Задача. За один блок выделенного времени закрыть как можно больше мелких дней. Технология объединения однородных дел в группе. Например, если вам нужно сделать какие-то звонки, вы сразу делаете список, а потом звоните. Если вам нужно найти какую-то информацию, вы сразу записываете ту информацию, которую вам нужно найти, а потом ищите. То есть вы группируете дела в блоке и выполняете их блоками. Это позволит вам гораздо быстрее делать дела. Ведь потому что незавершенные дела растрачивают вашу энергию. Когда на вас висят дела, которые вы не сделали, вы понимаете, что их нужно сделать, и это создает постоянный стресс. Об этом мы с вами поговорим на следующей сессии. Вы узнаете причины, по которой это происходит. А пока ваша задача просто завершать начатые дела, чтобы сохранить свою энергию. Большой слон. Итак, приступаем к самому большому делу. Вы, наверное, представляете, какое дело из категории самых больших для вас быстрее всего сдвинет вас к вашей заветной мечте. Это дело, которое бы вам хотелось сделать больше всего. Не знаете, что выбрать? Ну, давайте я вам предложу хороший вариант. Представьте, что вам воспользовались, вы бы могли воспользоваться волшебной палочкой. Это задание номер 6. Ну, и еще два критерия. Возможность, приоритет и сложность. Если бы вам дали волшебную палочку и сказали, вот тебе волшебная палочка, взмахни, какое дело ты бы хотел решить? Точно я знаю ответ на этот вопрос. Но какое дело выберете вы? Это должно быть такое дело, что значительно продвинет вас вперед по достижению ваших глобальных целей. О них мы поговорим в завтрашней сессии. Выбирая дело, необходимо наметить первый, самый главный и конкретный шаг. Вы можете совершить завтра что-то, чтобы продвинуться в этом деле и сдвинуть этого слона с мертвой точки. Режем слона или, как говорится, едим слона по частям. Анализируя список дел, выберите из них самое большое, как мы с вами в предыдущем занятии это, собственно говоря, и сделали. Любое крупное дело страшно в том моменте, когда мы не знаем, как к нему подступиться. Но если мы будем использовать принцип одно большое дело, три составляющих, каждая из этих составляющих можно тоже разделить на три составляющих, получается 9. И каждый из этих 9 мы разделим на три, умножим, разделим на три составляющих, то мы получим 27. Итак, возьмите задачу и представьте, что она состоит из трех составляющих. Дело 1 это самое большое дело. Дело 1, 2 и 3 это первые три составляющих. Достаточно легко сделать. Потом, каждый из этих подзадач, давайте разделим еще на три подзадачи. Дело 1 делится на три дела, а следующее дело делится у дела 3. Ну что же, смотрите, мы берем и делим на три, а потом еще делим на три. И у нас получается очень просто, просто, просто и интересно. Зачем мы это делаем? Когда ты видишь очень большое объемное дело, которое надо сделать, порой оно пугает только одними своими размерами. Иногда бывает просто страшно за него браться. Столько предстоит сделать и непонятно с чего начать. Но, если вы воспользуетесь этой простой технологией деления все на множество мелких дел, то вы можете себе сказать, хорошо, завтра мне нужно сделать первый шаг к маленькому, к большому слону. И я возьму одно маленькое дело и сделаю его. Поэтому нужно есть слона по частям. То есть, чем тоньше вы его нарезаете в разумных пределах, тем быстрее и проще вам будет двигаться вперед. Большие дела давят на психику. Людям свойственно отодвигать выполнение крупных дел, потому что они кажутся страшными. А страшные мы всегда откладываем на потом. И мы говорим себе, нет, я это сделаю завтра или на прошлой неделе или на следующей. Даже если на самом деле можно и нужно сделать это сейчас. Но когда мы видим перед собой мелкие дела, мы думаем, это несложно, это я сделаю. Переводим их в разряд быстрых дел. Так вот, давайте посмотрим. Я приготовил вам в раздаточной тетради для работы схему, в которой вам легко разделить. Текучка, быстрый.